Александра Чигаряна 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 Давай дадим возможность нашим телезрителям послушать твой замечательный голос. Исполни, пожалуйста, какой-нибудь музыкальный фрагмент. Конечно, я сейчас исполню джазовую композицию «Feeling good». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот на конкурсах было много ли соперников? Да, все соперники были очень сильные. Но у меня получилось занять первые места. Скажи, пожалуйста, благодаря только вокальным данным или что еще необходимо для того, чтобы быть хорошим вокалистом? Ну, должен быть создан полный образ от костюмов до актерских данных. То есть должен быть полное мини-представление, так скажем, не просто спеть песню. Почему ты выбрала и какие, соответственно, композиции для исполнения на конкурсах? Я выбрала две английские композиции. Одну уже сейчас спела. И вторая называется «Sweet people». Я взяла английские, так как они интересны в вокальном плане. Они очень сильные. Я больше предпочитаю английские репертуары. Но в концертной деятельности также использую русские песни, так как для тематических концертов это очень даже полезно. А сейчас есть возможность исполнить нам еще один музыкальный фрагмент? Конечно. Давай. «Sweet people». Так. Так. «Sweet people» «Having no love for mankind» «Must to go on, killin'» «Just to pass the time» «The message is so true» «The end is really me» «All these feelings takes me down» «It seals the fans so dear» «Hit the message is so real» «Don't turn up the of the sound» «Because, because, because» «This is real» «Спасибо, Александра». Скажи, пожалуйста, ты уже оговорилась о том, что на урожае талантов были еще представители Магнитогорска. Вот в целом, как ты считаешь, как наш регион, в частности город, представляет вокальную школу?» Ну, мне всегда кажется, что конкретно из нашего города самые сильные соперники, потому что замечательные вокальные студии и музыкальные школы. В ближайшее время куда планируешь отправиться? В ближайшее время я планирую отправиться в Москву в середине декабря на финал конкурса «Золотого сечения» и еще один международный конкурс. А какое количество участников на этих конкурсах? Ну, получается, возрастная подгруппа каждый раз разная, но в пределах где-то 30-35 человек в возрастной подгруппе есть. Какова вероятность того, что в очередной раз ты приедешь с званием лауреата первой степени? Я думаю, что 100%. Спасибо, Александра, что ты пришла к нам в студию. А телезрителям напомню, что в гостях у нас была Александра Чигарян, победительница международных вокальных конкурсов.